На данный момент Одесская область одна из всех областей страны, в котором самая большая заболеваемость по коре. Ситуация крайне напряженная, практически заболеваемость по коре сегодня в 70 раз выше в Одесской области, чем в предыдущие года. По городу Черноморск у нас благополучная пока ситуация, поскольку за 2017 год около 53 заболевших и сейчас 1 января 2018 года это еще 6 человек. Какая тенденция? Практически все, кто заболели, не привиты. Я не могу говорить по каждому человеку по Одессе или Одесской области, но по нашей статистике все те, кто заболели у нас, все полностью не привитые люди. На данный момент почему ситуация более-менее благополучная? Потому что по календарю прививок детки прививаются в год и дальше ревакцинация в 6 лет. Из тех, кто по календарю прививок должен был быть привит в этом году, в 2017 у нас 93% привитых. И есть еще такое понятие как прослойка, поскольку тем, кому в этом году год, на следующий год им 2, на последующий 3 и так далее. Так вот если брать в общем привитость около 86% всего населения. Это очень хороший показатель и это один из лучших в Одесской области. Только поэтому и только поэтому сегодня у нас более-менее благополучная ситуация. По решению сегодняшнего заседания комиссии техногенно-экологической и незначайных ситуаций было принято решение продлить на неделю школьные каникулы. С чем это связано? Мы не убережем полностью всех детей, кто не привит от заболеваемости корью, но эта неделя даст возможность нам привить всех, кто все-таки передумал. У нас 350 доз препарата Приорикс, препарата европейского, которым прививают во всем мире. Они у нас есть совершенно бесплатно. И пожалуйста, родители, задумайтесь и придите на прививку. Это первое. Кроме того, мы сможем еще раз дать всевозможную информацию, как то на канале Т3 неоднократно. Мы пишем статью в газету. Наши педиатры обойдут по согласованию с начальником ГРНО Кушнером Валерием Григорьевичем школы, сады. Мы будем проводить для взрослых разъяснительные мероприятия. Мы еще раз делаем акцент на то, чтобы люди прививались, чтобы люди понимали, что вакцинация – это сегодня единственная профилактика. Мы просим избежать возможных поездок в Одессу. Мы просим не посещать массовые какие-то мероприятия, которые и так ограничены, но где-то еще могут проходить. В больнице частичные ограничительные мероприятия по приему инфекционных больных только через приемные инфекционные. И мы просим, если вы подозреваете у вас какую-то инфекцию, идти напрямую в приемное инфекционное отделение. Скорая помощь уже туда только привозит. Мы частично вводим масочный режим. И практически у всех собираем сегодня информацию по контакту с больными. Корью, чтобы, не дай бог, не занести, как это было в городе Одессе, в профильные соматические отделения это заболевание. Потому что дальше это грозит закрытию отделения и всевозможным мероприятиям, и невозможностью в полном объеме оказать помощь людям с другими заболеваниями. Пожалуйста, обратите на это внимание. Не думайте, что у нас проще и лучше, и с нами ничего не случится. Будьте на чеку, имейте контакт со своим педиатром. Продолжение следует...